Привет, ребят, с вами Юмилия. Смотрим видос Брайана, как снималась последняя кнопка 2, и это первая часть. Получается, он разделил бэкстейдж на два видеоролика, потому что подумал, наверное, что уж слишком длинным видос получится. И давайте смотреть. Мы, кстати, смотрели бэкстейдж уже с канала Манула, и реакция есть на канале. Прям тавтология получилась. О, тигра! Последняя кнопка 2. Как снималась? Всем привет, друзья, с вами Брайан. Давно я этого не делал. Всем привет, друзья, с вами Брайан. И брутальная музычка прилагается. Сразу хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы так тепло приняли этот фильм. На нем уже более миллиона лайков, и вы знаете, что я никогда не гнался за цифрами, но это греет мне сердце, когда так много людей находят отклик где-то у себя в глубине души, когда смотрят этот фильм. Короткометражный фильм. Ну а теперь к бэкстейджу. Сразу же после того, как вышла первая часть, я был очень вдохновлен вашим откликом и загорелся делать вторую. Ну что, ребята, вы готовы снимать следующую короткометражку? В девятнадцатом году еще. Я как бы загорелся пока что, и пока я загорю, я думаю, что нужно делать что-то, и я уже думаю над идеей. Однако этого не произошло. Я решил взять перерыв, тайм-аут в съемках скетчей, которые я снимал на регулярной основе около четырех лет. Я решил поснимать обычные, простые в производстве видео, не всегда оригинальные в идее. Почему? Он даже как-то модернизировал эти лайфстайлы. Хотя вроде бы брал обычные какие-то вилюсики. Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. На протяжении двух лет я начал снимать подобные видео, и стал понимать, что это совершенно не то, что мне нравится делать. И хоть мне нравилось всегда напрямую общаться с вами, это была, собственно, главная мотивация моя делать эти лайфстайлы, я не получал от них какого-то творческого отклика, который я получал при съемках скетчей. Мне всегда нравилось снимать скетчи, это атмосфера творчества, когда ты собираешь что-то по частям, и в итоге получается финальный продукт, на который ты смотришь, и ммм, это было неплохо. Ну или же наоборот. Я знаю, блин. Ой, я помню этот скетч, какого он года. Ты подделка. И, наверное, можно сказать, что я достиг своего творческого пика как раз на первой части последней кнопки. И вот спустя этот двухгодичный перерыв наступил момент, когда я понял, что готов работать над новым, самым масштабным, как выяснилось позже, проектом. И этим проектом стала последняя кнопка 2. Так, встречи, последней кнопки 2. В лифте, получается, был хромакей? Я только сейчас обратила внимание. Я написал Никите, с которым мы писали сценарий к первой части, который, к тому же, сыграл роль подписчика, и выразил ему свою идею. Он был всеми руками и ногами за. Я показал ему свои наброски идеи для сиквела, после чего мы стали видеться с ним практически каждый день, собираться у меня дома и продумывать сценарий. Сегодня был достаточно продуктивный день, потому что я писал кое-что, с каким, для кое-чего, которое выйдет кое-когда. Мы написали сценарий примерно за 2 недели, и его первоначальная версия была на... А, Никита тоже про это рассказывал. ...столько страниц. Я не помню число, честно говоря. Изначально я сам хотела выступить в роли режиссера, но я понял, что чисто физически не смогу это сделать, потому что мне необходимо играть четверых персонажей, и у меня нет такого большого опыта в качестве режиссера. Да, у меня есть все мои скетчи, которые я режиссировал сам, однако здесь шла речь о более масштабном проекте. Поэтому мне, безусловно, нужна была помощь. Таким образом, я вышел на Илью Северова. Познакомил меня с ним мой один хороший знакомый, постановщик трюков «Дерзкая няня 3», а также в дальнейшем первой и последней кнопки, Геннадий Рязанов. Мы собрались в Zoom первоначальным составом съемочной команды, чтобы устроить читку сценария. После читки сценария мы поняли, что сценарий нужно сокращать как минимум вдвое, потому что по первоначальному хромометражу фильм получился на 2 часа. Поэтому мы в срочном порядке приняли с Никитой сокращать сценарий, и из этого количества страниц получилось это. 30. Почти половина. Такие сцены, из-за которых вы бы, ребята, меня, наверное, убили, если бы узнали. А вот это интересно! В первоначальном сценарии была прописана совершенно другая сюжетная ветка злодея и его дочери. В драке с офисными сотрудниками к няне должна была присоединиться ее сестра Барменша. Мы тогда костюм разработали. А в конце фильма... А, ну, впрочем, уже не важно, наверное. Нет, ну, если вы хотите, я могу сделать видео, где расскажу весь первоначальный сценарий, но я не настаиваю, я не настаиваю. Понятно, почему будет вторая часть! Итак, первоначальный состав съемочной группы был утвержден. Мы сняли небольшое помещение на Ленфильме, чтобы начинать работу над раскадровками. А без них никуда, когда в фильме один человек играет все главные роли. Да. Параллельно с этим процессом мы начали... Кто, где должен стоять? В этом вопросе нам помогала замечательная Лена Запонская. Мы потратили на этот процесс около двух недель. Объездили десятки локаций. Где-то нам не подходило по местоположению, где-то по эстетическим соображениям, где-то было слишком дорого. Насчет одной локации я был уверен сразу на 100%. Это как раз-таки тот самый небоскреб на Московском проспекте, который стал... Офисом. ...ситонелью русского ютуба. Я помню, еще в сентябре 2020 года, когда я праздновал день рождения, как раз-таки в этом самом небоскребе, там есть ресторан, тогда я даже представить не мог, что уже через несколько месяцев я буду снимать в этом месте свой новый короткометражный фильм. Это так круто! После утверждения всех... Прям тоже захотелось сходить в тот ресторан. ...в локации мы приступили к кастингу. Большая часть ребят сразу же проголосовала за Алексея Штукина. Он тоже сразу же запал мне в душу. Я почувствовала эту энергетику. И подумал, да, мы берем его. Это же тынадик. Учитывая, что он вообще не знал, в чем он будет сниматься. Далее шел процесс подбора костюмов. Я и Настя Скутарь, наш костюмер, начали... Кстати, тот самый принт на толстовке Брайна, намекающий на концовку фильма, я собрал сам в фотошопе. Что там? Мой собственный дизайн. Мне кажется, это можно было бы сделать мерчом. Да, и те, кто смотрит этот бэкстейдж... Вот догадались ли вы, что это отсылка на конец этой короткометражки? Нет. Наш реквизитор... Но это была крутая отсылка. ...проделал большущую работу, собрав весь необходимый реквизит для съемки этого фильма. Итого, весь процесс препродакшена, начиная с написания сценария, заканчивая до подготовки съемочной площадки к первой смене, весь этот период продлился где-то 3-4 месяца. Ну а дальше нас ожидали... Собственно, сами съемки. День первый. Подождите. До этого проект... А у него была такая пижама? Почему я не обратила на нее внимание в последней кнопке 2? У меня уже был опыт работы с большой командой. Такая милая пижамка. Например, на съемках 3-й дерзкой няни, однако здесь людей было еще больше. Конечно же, сначала по привычке было неловко, но это чувство неловкости довольно быстро ушло, как только я перевоплотился в Оливию. Топ круче всего. Мне нужна рыжего ублюдка для тиктока снять. Вы не видели? Оливии никогда не бывает неловко. Запомните ветки. Первый день мы снимали все сцены, проходящие в подсеребрании. Прям чисто вжился в роль. Чуть высоковато кинул. Можно прям мне влюбиться? Прямо вот. Прямо меня. Ты когда бог, можешь даже, знаешь что, можешь чуть-чуть даже что-то ненужное скинуть сюда на пол, типа. Вот такая милая пижамка. Я тоже такую хочу. Ну не на лето, на зиму. В целом все шло хорошо до момента появления животного на площадке. Ааа, я помню, он про это говорил. Там людей так много, он конюшно испугался. Да, в фильме также принял участие мой кот, тигра, который сейчас нюхает штатив. И осторожней, киса. Вы все его прекрасно знаете. Главное, чтобы не свалил. И он был явно не готов к такому большому количеству людей в одном помещении. Благо, его недовольство длилось недолго, и уже спустя несколько минут он почувствовал себя боссом на съемочной площадке. Такой взгляд. Все, король площадки. Что ты делаешь? Я шью промокейного кота. Да? Я поехал в метро и придумал тикток. Можно тебе прыгнуть. А когда приземляешься, мы на троих. О, это гениально. Наедь, снимай тиктоки. Черт, подернись. Да! Я так и думаю. Да-да-да-да-да, вот он, вот он, сейчас, сейчас. Так, ага, молодец, молодец, молодец. Прям вот это увидела и вспомнила, как пробовала скетч с ним. А тебе примерно так же делали. Я вот изображала что-либо, а Руси за кадром говорила. Это так забавно было. Второй день мало чем отличался от первого. Мы также продолжили снимать сцены в квартире Брайна, а именно, вхождение курьера. Не открывай. Оливия, не открывай. Погнись. Побежал? В рамиде или нет? Твою же мать. Ребята, что вы стоите, бежит? Скорее. Ой, курьер. Я ничего не заказывал. А вдруг он адрес перепутал? Доставку на халяву получим. Такое лицо. Еще с глушаком. Нормально. Прям как будто Юспс КСГО достали. Расскажи о своих ощущениях. Тут пишут, что ты заметила пресс-вакс и заметила, но ничего говорить не стало. А то я постоянно прессы хвалю Моргенштерна, а теперь еще и Брайна хвалю. Вы и так уже такие комментарии странные пишете. Дублеры. А вам страшно? Нам никогда не страшно. Да, просто. Да ладно. А тебе страшно? Так, давайте готовились к репетиции. Сморали! А-а-а-а! На второй раз. О! О! Встречу с Леной. То есть у них прям реально там что-то взорвалось. Не так масштабно, но все же. О, как некрасиво! О, какие издерские манеры. Ой-ой-ой! У нее грим был классный прям. Покажи, пожалуйста, покажи, как. Не, 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 не. Ну, не, не, ну. Хорошо, показывай. Ладно. Мне кажется, это один из самых упорто кадров. Я убью быстро. Так же быстро, как ты потеряла голову в прошлой нашей встрече? О, ты вернулся, пирожочек? Фейл. Что она на пирожки потянула? Сука. Фейл. 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 Идеальная импровизация? А! Нормально, что-то включи. Чем тебе это не нравится? Говно. О! А это классно. Ну-ка. Может звук прибавить? А, ну со звуком? А, это не мое кино, да? Я просто не знаю, я не разбираюсь. А, ему сто лет. И остальные мелочи. Начали! А ты можешь устилить микрофон? Где настоящий ботан? Кто эти люди? Хочу чипсиков я тоже. И хотел сейчас видео посмотреть и за ними пойти. Правда, у меня он уже поздно. Как они фотку взяли из того, что происходит сейчас? Ну, конечно. А как? Ну, я даже не знаю. А холодильник? Не откуда взялся? Да, я это понял. Погласили в холодильник немножко на 30 градусов. Тебе и похоже на холодильник? Ну, не совсем. А теперь есть. Чисто такая пасхалка я даже не заметила. Че же... Что? Чего же ты? Вот и все что? Что за чешево-то? Получается, они отыгрывали все сцены по... Несколько раз. То есть, сперва снимался Брайан за Брайана, потом за Патанао, потом за Оливию. На одной той же локации. Жесть. Мне кажется, что из-за этого было гораздо тяжелее, нежели бы там было три разных актеров. Третий день отличился съемками в павильоне на Ленфильме. Для того, чтобы снять пародию на Влада А4, мы арендовали полностью... Кстати, интересно, Влад А4, ну, Благбумага как-либо на это отреагировал или же нет? ...павильон, чтобы подчеркнуть хоррор составляющего этой сцены. Расставили свет, ну и, конечно же, актеров. Такая милая музыка, когда он говорит про хоррор-момент. Хотя это были не совсем актеры. В команду А3 сыграли ребята, которые в действительности являются блогерами. К тому же они снимали контент, который по подаче был похож на контент Влада А4, поэтому... ...все сошлось. Они четко осознавали задачу и, как по мне, справились на все сто процентов. У меня хоть и нет 27 тысяч миллиардов подписчиков, но, по-моему, я справился с ролью А3 лучше, чем А4 с А4. Совсем недалеко от этого павильона, там же на Ленфильме, мы сняли сцены с нашей ведущей новостей. Так, мы готовы снимать? Брайан Мапс сегодня получил бриллиантовую кнопку. И потом приступили к более сложной части этого съемочного дня. И там тоже, кстати, смотрите, хромакей. Красиво! 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 Он занимал своего дела, тем более, работал до этого с ним на своих проектах. Он курировал весь процесс не без помощи своих каркандёров, с которыми мы, кстати, также работали над еще «Дерзкие няни» 3. И самым сложным и ужасным элементом в этой сцене были эти чёртовы зелёные краны! Да, потому что от них ещё исходил свет, это ужасно! О, чёрты! Это всё надо было на монтаже и менять. Но об этом я расскажу поподробнее в конце видео, когда мы будем говорить о пост-продакшене. Короче, я что-то тут рассказывала, запнулась и забыла, о чём говорила. Бывает, в принципе, наверное, у всех. Нет, видимо, только у меня, погнали. Борис, Борис, Борис! Давай! Жди! И оп! Сразу толкай её! О! Бега! 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 Оу! Прямо к сидичкам! Тебе хорошо там в грудь? На четвёртый день мы снимали сцену в квартире няни. В качестве локации мы арендовали пустую заброшенную квартиру в центре Питера. Передекорировали её и вуаля! На улице стоял дубак, а так как это была заброшенная квартира и в ней не было отопления, внутри было очень холодно, поэтому нам постоянно приходилось включать обогреватели и термопушки, а мне в свою очередь ещё напяливать под костюмы героев термобельё и термостельки. Как много слова термо. Да. Терможопа была по температуре. Я пробовала термобельё и, честно говоря, либо я какое-то не то купила, либо оно не особо-то и помогает. Мне было нереально холодно. Когда я думал, что это была самая холодная смена за весь проект, как же я ошибался. Холодно. Холодная, наверное, была во время финальной сцены, по-моему, Манул про это говорил. Давай, давай. Давай я пропонсирую как инстаграмщица. Давай. У нас есть автомобиль, поэтому уходите практически на одном месте. Не перемещайтесь. Да. Максим, передевайте, передевайте. Люстра упала во время кадров? Так я же не ожидал, что она упадёт. Ха-ха-ха-ха-ха. Я хотел... Эээ, это... Ну, примерно как бы так. Хаххх, чистый чиллер. В целом, в целом все шло хорошо. Пока... У Никиты не появились... Они. Слова. ААААА! Вижу. Нет? Я что-то есть? Нету. Ты меня хорошо видишь? Вижу. Держу, Держу. Открыл. Держу. Вижу. Вижу. Вижу, вижу. А ты им не сказала? Еще раз. А ты им не сказала? Ага. Удивление. А ты им не сказала? Ага, ага. Мне кажется, он просто безумно волновался, я могу его понять честно. А ты им не сказала? Потому что когда ты волнуешься и думаешь, как бы лучше тебе отыграть, то получается все гораздо хуже, чем ты мог бы отыграть. Ставшиеся сцены снимали уже в ускоренном режиме. Потом из ниоткуда приехала полиция, начала выгонять нас с этой квартиры. Что? Благо, мы снимали как раз-таки уже последний кадр, последний смен, и вроде как все... А почему выгонять-то начали? Они же верят, давай. Которая способна к исп... Еще раз. Которая способна к исп... Еще раз. Которая способна к корпускулярно-волновому дуализму. Ого! Ты сейчас на русский язык не перейдешь, я тебе в заднем проходе устрою вакуумную талуленкость. Такой взгляд. Стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп. Слишком много информации за одно видео. Я решил разделить бэкстейдж на две части. Следующее видео выйдет на следующей неделе, и в нем я расскажу об оставшихся шести съемочных днях, о постпродакшене, а именно как создавалась графика для фильма... А-а-а! То есть они это делали вот так? ...вся шести съемочных днях о постпродакшене, а именно как создавалась... Пересмотреть. Круто! Круто. ...с композитором и прочие технические штуки. Ну и, конечно, отвечу на некоторые вопросы, которые мне чаще всего задают после выхода фильма. Так что подписывайся, если не хочешь пропустить. Блин! Я с нетерпением жду второй части, потому что, мне кажется, она будет даже интереснее, чем эта. Во-первых, потому что Брайн ответит на наши с вами вопросы, и, может быть, он раскроет то, чего мы не смогли заметить при просмотре последней кнопки 2, и даже при просмотре этого в экстейджу. Так что секретики раскрываются. И мне кажется, что подобные видосики очень круты не только потому, что они интересны, да, и приоткрывают для нас завесу того, что было за кадром, но и они очень классно помогают бустить ту же самую последнюю кнопку 2. И люди будут видеть этот видос, и такие, стоп, что за последняя кнопка 2? Почему я должен смотреть, как она снималась? А ну-ка посмотрю, посмотрит на это, увидит, ему понравится то, что он будет лицезреть, и потом перейдет и посмотрит полноценную версию ПК 2. Кстати, сколько там просмотров сейчас? 8 и 6 миллионов. И 1 и 1 миллион лайков. Офигеннейшие показатели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok